Друзья, приветствую снова вас на моем канале. У нас очередной шоппинг-влог из Масси Мадути. Посмотрим вместе с вами новиночки. Все интересные позиции обязательно отметим и примирим их. Приятного просмотра вам! Посмотрим новиночки. Вот плащ из новой коллекции. Очередной плащ от Масси Мадути. 110 тысяч. Цена у них стандартная у этих плащей. Топы льняные, разного кроя. Ручки льняные. Вот эти, кажется, намерили. Вот новый такой комплект с костюмчиком. Топ и юбка. Какими-то интересными деталями. Цвет такой горчичный. Если настроение будет, то примерим. И размер, кстати, главное, чтобы был мой. Ценник, как всегда, скрыт. Ну да, не дешево. 45 тысяч юбочка. Тоже детали меня всегда привлекают. Вы же знаете меня. Интересный вот костюм. Тоже такой светло-кофейного цвета. Костюмы не актуальны. Всегда. Сразу такой собранный образ будет. Брючек с мастиком вниз. Не обработанный бахромушечкой. Брюки, кстати, в моем размере. Может, примерим, посмотрим. Дальше у нас такие топы есть. О, шортики есть на завышенной талии. Симпатичные. Так, что кому шортики льняные белые? У меня просто есть белые. Я в манго покупала. К этим шортам сразу топ прилагают. Будет у вас Total White. Вот как этот топ выглядит. Тоже такой необработанный швы, как будто. Юбочка льняная белая. Кажется, кто-то просил ее примерить. Не знаю, это ли была юбка. Вот этот комплект, я думала, вот все примерить. Нет, надо размер, если будет, мой. Но он такой более прохладный. Ну, весной нормально его носить. По году. Летом уже не поносишь. Даже на вечер будет слишком жарко. Брючки синие. Из такого же материала, как мы в позапрошлом влоге мерили платье. Тоже можно костюмчиком все приобрести. Будет идти по Total Denimu. У вас лук будет. Да, вот это платье, которое мы примеряли. Какие-то платья распашонки белые. Вы смотрите, еще шортики есть из такой же ткани. Симпатичные, с карманами накладными. Вот это городские шортики. Мой размер, кстати, есть. Не знаю, буду я их примерять. Скорее всего, нет. Ставлю вам картиночку, как они смотрятся. Есть вот такое платье, как вязка кроши. Но оно очень тяжелое. Будет тянуть вниз. Тяжелое достаточно. Не очень люблю такие платья. 70 тысяч. Ну то, что горловина такая закрытая под горло. Мне это нравится. Всякие палантины. Тоже уютный образ создавать. Приеблемая цена, в принципе. Топы в белевом стиле. Кстати, вернулись они. Опять это Эвсон Лоран, что ли, привнес. В моду эти топы. Или Дольче Габана. Но Дольче Габана не так в тренде сейчас. Бирюзовое платье такое. Приятное на ощупь очень. Тоже с сандалиями, с корзинкой. Видите, по-летнему вы плите. Брючки мне эти понравились, кстати. Мне кажется, хорошего кроя. Они такой плотный, милен у них. Они прям такие структурированные. Мой размер. Вот их я, наверное, примерю. Топ вот этот. Как сетка. Сейчас в тренде, кстати. Немножко по блеске. С люрексой нитью. А, вот это платье. Интересный цвет. Это Невить, да? Как этот цвет называют? Не знаю. Что пишите в комментариях. Да, вот такой цвет. Серый-синий какой-то. Такое еще есть костюм. Тройка. Белый жакет. Блэйзер на меня мой. Жилет. Как сейчас в строении. Всего этих жилетов. Вместо топа. Шорты. Тоже городской такой костюмчик. Очень симпатичный. Блузы. Мне-то очень понравилось. Такая тоже вечерние выходы. Очень красивая. Такая не дешевая, конечно. Друзья, приветствую вас уже с примерочной. В первую очередь хотела поблагодарить всех тех, кто подписался на канал, кто ставит лайки и шлет такие замечательные комментарии. Очень вы меня вдохновляете. Очень вы меня вдохновляете снимать дальше. Вот только ради вас и снимаю, чтобы получать такую обратную связь. Еще хотела сказать, что мы вместе с вами развиваем насмотренность. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Может быть вам лень даже смотреть такие влоги длинные. Поэтому переходите в инстаграм и там можете тоже посмотреть все понравившиеся образы, выбрать для себя что-то. При этом занимает мало времени. Также под этим влогиком оставляйте комментарий, какой из образов вам понравился больше всего. Образы все подпишу. Давайте начинать смотреть, что я взяла на примерку. Такой жакет идет у нас. Твидовый, типа под Шанель. А-ля Шанель. В С-размере. Примерим его, посмотрим. Сочетание. Брючки эти не удержалась. Мне кажется, хорошего кровя. В 34-м размере. Будем вместе примерять. Вот этот топ из прошлых влогов. Мелькал-мелькал. Я думаю, надо его примерить. Все-таки интересно, как сядет. Очень интересно выглядит. В С-размере. Это платье. Тоже такое простое. Живот не будет подчеркивать. Одел летом и пошел. Юбочка вот эта такая. Цитиновая она, кажется. Цитат. Такая уже, знаете, базовая. Вот этот топ в М-размере взяла. Думаю, что не сильно облегал. Все. Что по обуви. Вот эти балетки, мюли. Типа под Мэри Джейн. Как сейчас актуально. Были только в 36-м размере. Ну что, поехали в примерочку. Это образ у нас под номером 1. Кстати, ставлю картиночку, какой из образов выиграл в прошлом влоге. Топ такой интересный. Знаете, вязка с сеткой. Юбка базовая. Очень мне нравятся всякие вариации с этой юбкой. Как сочетают ее по-разному. Я думаю, она такая уже базовая стала. Хорошо она так села по бедрам. Сзади замок. Хороший у нее крой. Длина наростная. 164. Хорошо, отлично сидит. Думаю, с этим топом. Он такой тоже вечерний налет дает. Можно куда-нибудь и на вечер пойти. С этими золотыми босоножками. Босоножки, кстати, тоже понравились мне. Так что давайте, друзья, обязательно голосуйте, какой из образов вам понравится больше всего или что бы вы купили из этих вещей. Не только как на мне смотрится, но и вам что именно понравилось, что бы вы себе купили. Все читаем комментарии и делаем выводы для себя. Этот образ номер 2 с этой юбочкой. Топ. Есть один нюанс. Вот это торчащее. Что-то торчит. Вот как-то шов так делает. Не знаю. Такую складку непонятную. Какой-то нарост какой-то. Так что топ с нюансом. Я не думаю, что это объема груди не хватает. Вот это немножко небольшой десерт на топе. Так что его не советую. Но можно другой такой топ взять. Понять вот такой крой. Хорошо. Лучше, кажется, даже сидит с такой юбочкой. Дальше ракетик с юбочкой. Много у нас вариаций будет с этой юбочкой. Так, это образ у нас номер 3. Достаточно элегантный. Тоже можно куда-нибудь так на мероприятие. Вниз топ подобрать правильный. Так, решила посочетать брючки. С брючками этими. Очень тоже хороший, элегантный получился стиль такой у нас. Образ. Говорю, только сумки Шанель не хватает нам. Брючки отлично сидят. Хочу вам поближе показать, как сели. Хороший у них крой. Видите, бедра не так сильно увеличивают. Не такие сильно широкие брючины. Симпатично смотрятся. Платье тоже мне очень понравилось. Не облегать нигде. Хорошей длины. Говорю, такое легенькое, петящее. Картинку такую или шоппер какой-нибудь. Горловина нравится, без всяких декольте открытых. Ткань очень тоненькая, симпатичная. Симпатичное платье. Прям очень мне понравилось оно. А, у него еще карманы есть. Все, кто без ума от карманов, в юбках, в платьях, вот вам welcome. Это платье. Не знаю, даже можно на выход его надеть. Украшение еще какое-нибудь на шее. Ставлю картиночку украшения. Даже можно на выход его надеть. Кто вот хочет там живот скрыть. Дальше примерка из Зара. Буду показывать самые интересные находочки. Не переключайтесь. Уже переместилась примерочная Зара. Ассортимент у нас в этот раз не очень. Очень много непонятных вещей. Наши шоппинг-логи направлены на то, чтобы отыскивать самые интересные позиции. Примерять их с хорошим составом. Кстати, чтобы эти вещи были не всегда, конечно, состав хорошей в Заре. Но, чтобы тогда хотя бы вещь была интересная. Поэтому, давайте начнем уже. Что я взяла на примерку. Думаю, вам понравится. Мой вкус, надеюсь, вам понравится. Что я выбрала. Такой вот топ идет. Полиэстер состав. Но очень меня привлекли брюки. Посмотрите, они очень интересного кроя. Так их можно завязывать. Можно их оставлять и не завязываем. Такие брюки, юбка. Так, артикул я вам потом вставлю. Потому что тут бирки нет. Кто-то ее оторвал. Такой жакет. Тоже под вид. Симпатичный очень. Крой хороший у него. В размере взяла. Кстати, уже, кажется, большие разобраны все были. Платье вот такое льняное. Летящее. Похоже чем-то на платье в массе. По-крою. Но намного дешевле. И вот такое. Очень трикотажное платье. Такое тоже, не знаю, клевшка кроше. Очень легенькое, тоненькое. Внизу есть такая пододевайка. Она тоже из полистера. Сейчас посмотрим, как на ощупь будет. Тактильное ощущение, скажу вам. Обувь у нас вот такие шлепанцы. Они у нас, типа, копия, да, под Эрсен Варан идут. В 36-м размере их нашла. И вот такие балетки. Балетки тренд сезона. Так что решила померить. Они кожаные. Скажу вам тоже, как они удобные или нет. И как по размеру вообще идут. Ну все, давайте начинать примерочку. Поехали. Так на мне смотрится этот жакет. В отдельный образ мы его не будем выделять. Просто пишите, понравился ли вам жакет. Мне очень понравился. Легенький, интересный. Скроем. Как сейчас нужно. Думаю, если даже с джинсами, надо лоферы надеть. Будет такой хороший образ. Это образ у нас под номером 7. Все так примеряем костюмчиком. Посмотрите, какие шикарные брюки. Зеркало немножко заляпано в зале. Я не взяла салфетки, чтобы его протереть. Поэтому заранее извиняюсь. Очень симпатичные брючки. Мне нравится, что они такой полной длины. Можно вот так вот уносить, чтобы они так немножко с обуви свисали. Вот на мой рост. Ну и на каблучок можно их, конечно, небольшой подняться. И тоже будут так. Очень такие какие-то богемные брючки. Интересно. Не скажешь, что это, знаете, Зара. Такой вид дорогой получается. Шлёпанцы у меня, они в 36 размере, видите, большеваты. Значит, надо брать в своем размере родном. Надо было мне. В 35-м не было их в наличии, например. Так что берем на размер. Берем размер в размерах. Пишите, как вам образ. Мне очень понравилось. Не скажу, что это из Зары. Очень даже дорогой образ. Дальше посмотрим. Смотрите, если развязать, то фокус куда-то убегает. То они будут вообще такие струящиеся, видите, создавая образ струящейся ткани какой-то. Какие-то прям какие-то дизайнерские брючки. Мне очень понравился этот комплект. Это восьмой образ. Это платье льняное. Я думала сначала, что оно не регулируется, а лямки регулируются, они там завязываются. Такие завязочки еще можно потом пустить по плечам. Хорошее тоже простое платье. Хорошего цвета. Легенькое. С хорошей тканью. Тоже вот так со шлепками. Не знаю, нравятся мне такие на лето. Надел на себя и пошел. Шляпку даже можно надеть. Такая романтичная натура вы боитесь в таком платье. Вот они, эти завязочки. В общем, пишите, понравилось ли вам это платье. Следующий образ. Номер 9. Это платье. Такое тончайшее, легчайшее. Балетки хорошо в 36 размере подошли. Удобные очень. Они даже, может, сзади не будут натирать. Красивые. Нюдовые. Вот нюд. Идет что-то цвет. Совсем можно будет сочетать. Платье тоже рекомендую. Приятное на ощупь. Я думаю, не вспотеете в нем. Нормально все продуваться будет. Тоже комфортное. Живот не обтягивает. Белье, правда, неподходящее мне немножко. Но вы там сами подберете. Я думаю, шортиками белье бесшовное отлично подойдет. Очень оно мне понравилось. Это у нас был заключительный образ. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова